всем привет дорогие друзья в этом выпуске мы поговорим о хайнане а точнее поговорим о той задачи и возможно для кого-то проблемы как мобильная связь это интернет это сим-карты это vpn и так далее начнем с самого главного в чем суть вопроса в том что в китае у нас заблокированы все американские сервисы ватсап не работает google не работает youtube не работают и так далее то есть в общем все такие на привычном сервисе они там заблокированы поэтому что нам делать для того чтобы все работало кому-то нужно оставаться на связи и кому-то нужно пользоваться там не знаю электронным дневником об этом как раз в этом видео я все расскажу так что слушайте запоминайте и смотрите следующие видео у меня очень много полезных видео по хайнане и не только итак самое главное если вы отправляетесь на недолгий промежуток на хайнань вам конечно проще всего подключить роуминг роуминг на своем обычном мобильном телефоне подключили роуминг и смело пользуйтесь интернетом в своей домашней сети смысл в чем что если вы подключили роуминг на телефоне вам не нужно никакие скачивать vpn и ватсап будет работать телеграмм будет работать в общем все будет работать точно так же как дома поэтому маленькое путешествие спокойно подключаем роуминг у всех конечно разные но поверьте это более выгодно чем мы бы с вами сейчас занимались непосредственно покупка сим-карты так далее на самом деле это более выгодно это факт второй момент друзья что касается тех кто нет все таки я хочу купить сим-карту и пользу сим-карты и все мне она обязательно нужна во первых на хайнане не везде вы можете приобрести сим-карту сим-карту продают только в официальных салонах связи не в каких-либо любых точечках там ходе купил как там в таиланде или еще в египте можно практически на каждому углу купить сим-карту здесь не совсем все так это первыми второй момент всем картам обойдется ну чуть может быть дешевле роуминга если будет находиться и как бы сильного смысла если у вас короткая поездка нет в аэропорту это все не продают надо специально собираться ехать и покупать сим-карту еще дополнительный момент не очень охотно оформляют сим-карты туристам без китайской визы особенно без рабочие визы и когда вы прилетаете по групповому списку без визы то есть вам могут оформить они будут 10 раз переглядываться высматривать там и так далее то есть могут и не оформить но в целом как бы я оформлял и так и так в общем возможно но тут смотрите нужна ли она в целом вам или нет второй момент который касается связи он касается соответственно вайфая вы можете подключиться по вайфаю и тогда соответственно у вас опять же перестанут работать все сервисы которые вам доступны ватсап и там телеграм и все остальное что делать в этом случае если вы прилетели не планируете подключать роуминг не планируете покупать сим-карту вам достаточно вайфая в отеле и вы на это и рассчитываете здесь необходимо нам просто скачать несколько vpn программ различных скачайте побольше разных потому что не все программы там работают их периодически блокируют поэтому вот меня на телефоне порядка на десяти разных vpn и тогда когда включаете vpn будет все работать для многих это уже vpn известная тема у нас запрещенные некоторые соцсети не работают и вы соответственно уже привыкли пользоваться тем самым vpn и можно им использовать там ну и соответственно друзья что делать еще кстати есть по vpn один нюанс потому что вот мы уезжаем куда туда бывает и нужен vpn для того чтобы пользоваться госуслугами или мэшем да вот этими сервисами тогда вам vpn обычно не поможет за границей тоже некоторые сервисы не работают здесь вам поможет российские vpn и вот у меня на телефончике установлен называется home vpn например такой сервис вы его устанавливаете тогда вы получаетесь как будто вы находитесь в россии это тоже важный момент для многих важны эти сервисы для работы чтобы как будто находится не за границей где-то в другом месте именно в россии так что пожалуйста пользуйтесь для этого от vpn пригодится что еще про связь сказать в целом же во всех отелях вай-фай он бесплатный по вашему паспорту номеру комнаты номер паспорта номер комнаты или фамилия номер комнаты и вы заходите в интернет он везде бесплатный доступны во многих магазинах кафешках вам бесплатно предложат тоже вай-фай но вот такая вот история есть беспроблемно работает связи там если не ошибаюсь только вконтакте очень редко пользуется соцсетью но это как бы не совсем связь это как бы больше соцсеть и в целом то наверное все про связь поэтому резюмируем хотите актуаться на связи без проблем отключаем просто роуминг vpn если вы все-таки на сим-карте либо на вай-фай находитесь в общем то и все вот так друзья у нас достаточно легко и просто ну может быть не совсем просто как с другими странами но можно спокойно находиться на связи и без каких-либо проблем я ездил свои командировки про меня я лично использовал роуминг не было так удобнее чтобы не переключаться то сюда с випенами и соответственно вот недавний поездки находился там находился на роуминге достаточно удобно если мне надо было что-то большое скачивать или что-то делать включался понятно уже вечером в отеле на вай-фай и занимался этим кстати новая на компьютер вы тоже можете снять vpn у меня тоже на компьютере السpn и соответственно если мне нужно я переключался и пользовался для тех кто работает на компьютере немножечко и у вас например будут ровным подключены можете подключить здесь роуминг раздать с телефона соответственно интернет на компьютер и у вас точно так же все будет работать без VPN. Ну, если какие-то такие дела, там, не знаю, интернет-банк, еще что-то проверить, какие-то задачи такие сделать, и все. Ну, в общем, все, друзья. Так что обращайтесь за турами в Georgiev Travel. У меня турагентство полноценное. Сразу проговорю, потому что многие уже просят об этом, говорят, не все это понимают. Я занимаюсь продажей оформления туров онлайн по всей России. Хайнань было одной из моих любимых и топовых направлений всегда до пандемии. Потом я, конечно, увеличил свой, как говорится, портфель по направлению, которых я езжу, изучаю, снимаю. У меня есть все обзоры на все отели на Хайнане. Много очень полезных видео. Они некоторые старенькие, но они абсолютно подходят. А также вы можете посмотреть мои свежие видео. Это Ялонгбэй, большая прогулка, соответственно, до Дунхай. Я там рассказываю вообще, что такое, с чем его едят, говорится, это место. Соответственно, Хайтенбэй есть такое большое видео. И еще много вас ждет полезных видео и обзоров. Конечно же, по медицине, по китайской. Ну, в общем, все, друзья, есть. Еще разок, занимаюсь продажей, оформлением туров онлайн по всей России. Договор, чек. Договор подписан цифровой подписью. Все как положено. То есть, никаких серых схем, никаких денег на карточку. Белая оплата с любой карты без процентов. Чек на почту, если вы там мили, бонусы копите. Все это без проблем у меня точно так же есть. Соответственно, чек приходит с QR-кодом, из налоговой. Все как положено, друзья. Так что обращайтесь. Жду вас на бронирование. Мой WhatsApp ниже под этим видео. Там отвечаю я, либо мои помощники. Всегда получите голосовой, понятный, четкий комментарий. Именно под ваш запрос, не от бюджета работаем, а только под ваш запрос. Так что обращайтесь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Обращайтесь. Смотрите следующее видео. С вами был Павел Георгиев. Видеоблог онлайн турагентства Георгиев Трэвел. Пока. Пока.